Мы видим, что как только СИ уехал из Москвы, и говорил о недопустимости применения ядерного оружия, тут же на арену выходит Медведев и говорит о приближении ядерного апокалипсиса в связи с поставками оружия в Украину. Это как расценивать? Во-первых, он уже не первый раз такие заявления делает. Если читать его вообще Телеграм, или шоу на Твиттер, Телеграм в основном, то, честно говоря, складывается впечатление, что этот человек больной. Потому что все, что он озвучивает, оно либо опровергается потом другими заявлениями более ответственных лиц, либо, ну, скажем, не сбывается. Помните, он заявлял, что судный день будет, если Крым подвергнется атакам дронов или ракетным атакам со стороны Украины. Никакого судного дня вообще не случилось, кроме всей этой войны, как один большой судный день, так что называется. Поэтому он, конечно, непонятно, от чего воодушевляется. Пекин не раз заявлял о том, что продолжение в виде применения ядерного оружия любого конфликта, такого, как в Восточной Европе, как в войне в Украине, недопустимо. И Москва этому вторила официальные лица. Лица гораздо более серьезные, чем Медведев. Медведев такое ощущение, складывается впечатление, что ему сказали, ты будь вот таким психом. Рассказывай какие-то небылицы. С тебя уже не убудется репутация никакой. А мы как бы будем аккуратнее себя вести. Мы же не видим таких заявлений со стороны Путина. Там все время полунамеками, а не прямыми, что мир эскалируется до степени ядерной угрозы, и она возрастает. Это опасность. Со стороны Патрушева и всех остальных таких же. Все-таки все очень осторожно. Медведеву же разрешено по каким-то определенным причинам вести себя неадекватно, выразимся так. А зачем ты об этом говоришь, если в общем и целом реализовать это проблематично? Ну, хорошо, ну, примените ядерную. Что будет-то? Вот если вы по Лондону ударите. Он, по-моему, в связи с этим объединенным ураном отвечал на вопрос. По-моему, что-то в этом роде. Ну, Лондон ответит. Просто перестанет существовать Москва. Хотите так? Ну, так будет. Почему не будет? Даже очень может быть. Вот он когда говорит, что не доводите, не испытывайте терпения, вы не уверены. И он там продолжение фразы, что никто не верил, что будет то, что происходит. Надо было в декабре принимать наши условия. А вы-то, Москва, и в лице твоем Медведева верите в то, что продолжение может быть таким, что ядерный пепел превратится в Медведев, его там домашние животные, родственники и так далее. Почему он в это не верит? Ну, просто интересно, почему он в это не верит? Все это один большой позор, нескончаемый, так сказать, непередаваемый стыд за нынешнее российское руководство и вообще за все, что там происходит. Но это уже никого не волнует. К Медведеву не надо относиться серьезно. Мария Захарович, ну можно ли мы говорить о том, что, знаете, как только мы видим, собственно, что у них нет никаких успехов на фронте, они тут же достают вот эту яхтенную пугалку. Это все тоже с этой же песни? Ну да, потому что они пытаются заставить, принудить к мирным переговорам. Он же не зря отсылку эту к меморандуму Путина сделал, к этим потенциальным декабря 21-го года соглашением с НАТО и Вашингтоном, которое предлагала Москва. Они все время пытаются сказать, мы вот такие страшные, что если вот это не сделать, то будет еще хуже. Ну так мы помним, после декабря они попытались захватить Киев за три дня. И чем это кончилось? Безусловно, это способ дополнительного давления на Запад, на Украину, с тем, чтобы они пошли на переговоры на условиях Москвы. Это уже делать никто не будет, это уже многократно продекларировано. Понимаете? А вдруг получится, знаете, как в анекдоте, значит, по пляжу он ходит, положил огурцы в трусы. Поэтому, а вдруг выйдет, понимаете, кого-то соблазнит. Ну, я не думаю, что у этого может быть продолжение, потому что, повторяю, ресурс, который выбран для подобного рода вбрасывания таких угроз, Медведев настолько несерьезный, и эти аттестации ему дают на самом Западе. Говорят, не верится, знаете, фраза мне понятна, не верится, что этот человек мог быть президентом России в течение четырех лет с 2008 по 2012 год. Ну, не говоря там, Хользинген, вот это глава Мюнхенской конференции, там масса людей уже высказалась. Ну, это, в общем, как бы производит впечатление в том смысле, что отношение к Медведеву такое. Поэтому нет, я думаю, что это все попытка показать, а мы теперь с Китаем. Вот, смотрите, теперь мы можем такое заявлять безболезненно. А на самом деле ситуация-то не так выглядит. Это не вы с Китаем, это вы под Китаем. А это разные совершенно позиции. Павел Захарович, если говорить все-таки о визите, да, СИК Путин, вот много обсуждается сейчас об этом информационном пространстве. Вы для себя что подчеркнули самого основного и главного? Скажем так, Путину не удалось получить то, чего он хотел? А чем он хотел? Чтобы Финзенпин продавил Украину на переговорах о мире, перемирии и прекращении огня? Только это была обреченная история. Она невозможна, потому что Украина еще до визита в лице Зеленского предложила присоединиться к мирному плану, к украинскому мирному плану, который был предложен в китайской стране. Они не ответили. Вот, потому что ответить нечего. А что ответить? И я бы сказал, что не то чтобы Путин на это сильно рассчитывал, а вот Китай на это рассчитывал. У Китая в этом смысле пока, во всяком случае, никакого прогресса нет. По части своей репрезентации как миротворца, посредника и так далее, вот тут успех не особенно достигнут. А что касается всего остального, очень успешный для Китая вид. Для Китая вообще предельно успешный. Москва превращается окончательно в сателлиты, но если это и раньше было, то теперь это продекларировано. Да, значит, уже у этого появилось, ну, как бы официальный уровень. Теперь уже реализовываться он будет. Я думаю, что мы скоро увидим какие-то большие соглашения об эксплуатации территорий, ну, вообще экономической экспансии в сторону Дальнего Востока, Восточной Сибири, Забайкалья. Я думаю, вплоть до Урала будут появляться специальные зоны, придумают какой-то термин, что там особая зона, китайско-российского сотрудничества, повезут рабочих, повезут мужичков китайских бесхозных, им дам дадут российских. Ну, привезти, ну, так это и будет. Так, а кто будет осваивать? Нужны же деньги на войну, в том числе. А они получаются от эксплуатации ресурсов. Россия же опоясана санкциями. А Китай, который будет добывать эти ресурсы и продавать их по всему миру, это и нефть, и газ, и полиметаллические руды, сырьё любое, вплоть до леса, воды чистой. Да бог знает ещё чего. Всё это будет продаваться на Запад, Россия будет получать свой маленький гешефт, на который она будет продолжать эту безумную войну. Ну, так, наверное, надо предполагать. Строится стратегия, по-моему, китайская. Уж как там Россия видит это всё в лице её руководства? Это загадка, насколько они способны дальше воевать. Вопрос открытый стоит, будет ли военное сотрудничество, даст ли Китай оружие, которое так необходимо Москве, что очевидно, что они от Урана... Ленгин говорит, что Китай пока наблюдает. Китай пока наблюдает, я думаю, совершенно точно. Ведь у нас же нет сомнений, что Иран поставлял эти дроны, правильно? Они же легко фиксировались. Это же... Ну, как, шил в мешке же не утаишь. И чтобы Китаю решиться на какие-то масштабные поставки, которые тут же будут определены, тут же зафиксированы, со сказками про гирань, это можно на дураков, да? Но тут как бы Китаю надо решиться. Это большой поворот стратегии. Это значит, что с Западом уже чик-чик отношения уже могут не быть. И поэтому, знаете, это чревато и для самого Пекина. Поэтому, честно говоря, я пока не вижу предпосылок к тому, что Пекин решится на поставку вооружений или комплектующих значительного масштаба. Сейчас какие-то серые схемы реализовываются. Я думаю, да. Что-то такое поставляют, какие-то узлы, детали, такие критические для Москвы, наверное, да, из Китая поставляются. Но это не решающим образом влияет на ход войны. Вообще не влияет на ход войны решающим образом. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Марк Захарович, Украина публично пригласила Китай к реализации украинской формулы мира. Как вы думаете, примет ли приглашение Китай, скажем так, и будет ли этот звонок, о котором все говорят, Си Зеленскому? Ну, пока его не было. А он должен был, звонок состояться в период визита в Москву. Вот по окончанию визита, кстати сказать, Си Цзиньпина, он тут же объявил, вот сейчас вернулся и объявил о проведении саммита Китай-Центральной Азии. Была поеда Таджикистана, Кыргызстана и все. То есть понятно, кто теперь глава, кто гегемон в регионе Евразии и бывшем СССР в том числе. Во всяком случае, по отношению к Центральной Азии. Я думаю, что Пекин будет наблюдать, если контрнаступление украинское будет удачным, то и присоединится общение. А мы всегда так, да, 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 да. Для Китая непринципиально оккупированные украинские территории в разрезе России, непринципиально. Понимаете, там осваивать и осваивать. Это одна девятая часть суши. Какая разница с Крымом или Донбассом, или без него. Тем более, там, представляете, сколько всего надо вложить, чтобы восстановить. Что Китай возьмёт на себя этот ответ. Китай вообще никому ничего не дарит. Вот важно понять, что это американцы могут. Запад может что-то давать, там безвозмездно помогать, спасать, восстанавливать и так далее. Все говорят, что за этим большой расчёт. Да какая разница, если вот прямо сейчас разрушаемая территория Украины получает помощь. Понимаете, разную помощь. Безвозмездную, возмездную. Какая разница? А Китай никому никогда ничего не жертвовать не даёт. Никогда вы этого не обнаружите. Китаец, который кому-то что-то подарил. Ну, могут там фанки, как жвачки. На, пожуй. А так, чтобы вот как бы взять на себя восстановление, что-то делать. Инвестиции? Пожалуйста. Экономическое сотрудничество взаимовыгодное? Пожалуйста. Но в одну сторону нет. Они эту миссию никогда не будут нести. Даже претендуя на иной полюс силы на другом конце света. Значит, синская цивилизация выкинула вызов. Такой инвективы предъявила всему западному миру как альтернативы. Но это не предполагает никого кормить. Там есть кого внутри Китая кормить. Их полтора миллиард гавриков. Поэтому с этой точки зрения ждать от Китая альтруизма дело напрасное. Китай, если и будет защищать интересы, то только свои. И если присоединиться надо будет к плану и, в общем, унизить своего партнёра, младшего вассала, да, Москву, так он это и сделает. Какие проблемы? Скажешь, ну а что? Ну да. Наверное. Почему нет? То есть начинается наше контрнаступление, Марк Захарович. Да, ну предполагаем, да, вот оно идёт успешно. И что? Тут такой Китай выходит на арену и говорит, всё, мы поддерживаем Украину. Путин. А как? Это будет нелинейно. Это будет нелинейно. По факту. Кто побеждает, к тому Китай присоединится. К того Китай поддержит, к того Китай одобрит. Почему нет? Он может какую-то особую для себя формулу изобрести. Мы поддерживаем украинский план, но у нас есть свои, свои как бы в него добавления, свои какие-то соображения. Тогда давайте его изменим. Давайте будем строить прочный мир, безопасный. Китай ведь не воюет. А где Китай воюет? Ну, Тайвань мы не берём. Там войны пока нет, но бог знает, чем кончится. А где Китай воюет? Вот в отличие от Москвы, которая воюет в Сирии, воюет частично в Ливии, ну, там через Хафтар, там все остальные. Воюет в других местах. А где воюет Китай? Вот мне просто интересно. Китай, он где воюет? Я пока не вижу никакой войны Китая нигде. Поэтому с чего бы Китаю на это дело подписываться, понимаете? На какую-то войну. Да ещё, так сказать, став частью московского плана. Поэтому нет. Я думаю, что скорее всего и с высокой степенью вероятности Китай может поддержать мирный план, но так, чтобы не в ущерб себе. В ущерб России, да ради бога. А что такое ущерб России? Она покинет все территории до 1991 года. А Китай-то что? Китаю и так хватит территорий. Китай-то. Китай-то. Китай-то.